Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греша! Номер 954. События дня. Серахов 7.39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. За 27 июля 2017 года, это была пятница, накануне произошел разговор. Оказывается, я все эти недели молились о том, что утихло все, и прокурор больше не настаивает Мамонтовского района, что тут ломать что-то надо. То, что ему не принадлежит, он хозяином чувствует себя или что. Тут никто не понять не может, что ему нужно. Старое наше, что было здесь, в лагере, сломать надо. То есть, память режет. Не знаю, что мучает человека. Пришлось тоже задуматься об этом, что это такое. Договорился с Игорем Барабаш, староста деревни, поехал на утро. А ночью прошла гроза, сверкала молния. Выехали, ой-ой-ой, залито все. Машину кидают, поехали в объезд после переезда. Развернула машину на ходу. Да ладно, никаких препятствий нет, она ровно прошла. И в обратном направлении машину на 180 градусов. Но все-таки выбрались на трассу. По трассе, на трассе. Сразу повернул обратно к озеру. Озерко там небольшое. Помыл машину, поехали. Оказывается, дальше не было грозы, сухо. В город-то приехали. Дорогой созвонился с Галиной Александровной Загуляевой. Это предложил Сергей Пупков, чтобы не ему ехать. Он думал, на вторник согласился поехать. Нет, сказали, надо скорее это все делать. Она сразу согласилась. Позвонила и говорит, предприятия этим все открываются. Политические партии. Вот во столько-то в 9. Мы заехали к старшей сестре Крестово-Звежинской общине. К Апустине Татьяне Кузьминичной. Она уже все приготовила. Позавтракали у нее. И в это время Галина приезжает. Дождя там не было. Приехала в длинном платье. Все белое. Ну, как невеста. Так хорошо провели день. Она сразу все еще перепроверила. Большой у нее такой с экраном телефон. Как их называют? Не знаю даже. Давай раз, 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 раз. Где, в каком порядке, чтобы не ехать с одного на другое. Где, что рядом. Ну и поехали. Оказалось, прикинули. Маловато у меня копии. Она знает, где угла в почтам. То есть, обратно с нами приехали. Там, я сразу сказал, 7 экземпляров. Это по три страницы. Крик о помощи называется. Встали 2 рубля за страницу. Ну, цена такая-то. Я говорю, еще так мало-то беру. Это какая-то как бурятка. Там девушка или женщина где-то. Понравилось. Я попросил сфотографировать. Галину с ней вместе у этого прибора. У ксерокса. Ну, а дальше уже началось схождение. Где-то в очереди стоять. Где-то никого нет. Ну, 6 точно прошли. Яблоко. Явлинского. Никого не оказалось. Ну, взяли газета там бесплатная. Адрес туда пошлю. И ЛДПР. Тоже никого нет. Куда-то уехали. Мы все там телефоны есть. Позвонили. Ну, пошлю. Там еще копию сделать. На все средства информации. Где пройти. Она с Дебуновым проедет. Пройдут там. Подадут. Что интересно. Читают. Спрашивают. Никто понять не может. Как так? Это на территории деревни у вас. Да. Ну, а какое про деревню-то строить. Что и надо там. Не планово. Это на навозной куче. Самое главное. Такого, я думаю, суда никогда еще не было. На навозной куче. Постройки, как детские стоят-то. И убрать. Сломать. А это уже музей. Тем более. На меня. А я уже передал это все деревне. Это деревенское. Сейчас суд-то идет не в том направлении-то. И не пойму. Да он что делает? Зачем ему это нужно? Все. Везде принимает хорошо. Я всех просил молиться. Склонные люди. И в конце справедливой России заехали. А там тоже в отпуске. Но одна девушка сидит. Я говорю просто. Ну как замещает-то. Ну какая она. Шустрая. Внимательная. Она сразу стала спрашивать. Какие уже у нас действия были. Видно, что с образованием. И тут же ксерос. Прям под рукой. И она начала все копии снимать. Снимать со всех документов. Потом я один показываю. Что я у полномоченных. Одна тайствует за деревню. Она посмотрела. У меня такой нет. Дайте сюда. Раз. Да паспорт не надо. Нет. Вас спросят. Это вы видели паспорт? Я насильно прям показываю паспорт. Посмотрите. Вот я прописан. Вот тут. Да и так это. А в одном месте. Это. Как бы приемная. На Медведево. Вот как назвать. Не знаю. Единая Россия. Видимо. На Ленина 41. Проспект. Женщина сразу подняла глаза. Так это вас репрессировали. Я Лапкин то сказала. А потом спросил. А как вы знаете. Об этом писали. Центральные газеты. По телевидению. Все это было. Встретили знакомые. Тоже. Ну везде хорошо принимали. Будет не толк. Главное депутатам. Где-то кто-то проклюнется. Главное, что мы всех просили помолиться. Вот это главное. А тут о Господе. О Христе. Благовестие хорошее было везде. Везде. Везде там. Защиты прав человека. Социальный. Там. Ну вот. Где только можно было и проехали. Ну других-то больше и не было нигде. Вот уже выезжать из справедливой-то России-то выходим. А тут дождь потоком. Приехали Игорь. Уже нас ждет. Вот три часа только мы добрались до Татьяны Кузьминишиной. Пообедали. И назад. Тоже выехали из Варнаула. А тут сухо все. А тут уехали. Больше дождя не было. Подсохло. И мы легко так вернулись напрямую. С трассы не в объезд. Нигде. И смотрели поля Евгения Долгого. С соседней деревни. Вот мужчина с нуля начал. А сейчас у него кажется 6700 гектаров. Вот Игорь везде заходит. Да и остановимся тут. Рапс. Как он. Тоже думаю начать им. Да боюсь. Тоже сеять. Игорь. И вот берут. Протравливают когда. И рассказывают. Тут какое-то совещание было с Казахстаном. А там сказали. Когда применяют химикаты. Там отравляющие. Ну. Как очистить поле от сорняков. То в Казахстане платят половину государству. Половину. А здесь все деньги уходят на это. Почти миллион заплатил только за отраузы. Это откуда-то наживается. Ну. Едет он. Еще тут где-то надо. К аренду. Давай к кусту заедем. Посмотрели. Уже поспевает ягода. Видимо опять пшеницу. Он берет и называет. Какие вредители. Никогда не слышал. Такие вредители. Их не видно как будто бы. Они ночью выползают. И высасывают соки из пшеницы. И уходят в землю. Не слыхал такого. Говорю даже. А это нет. Говорю. Тут все уже расписано. Как есть. Приехал. А тут тоже уже ждут. Как раз к семи приехал. А в семь ужин у нас. А они тут что-то днем собрались. На месте где у нас молились. На холме от комаров. Тут Гален Духин Владимир Юрьевич. Ребятишки. Все трое осталось. Он двоих своих взял. Которых привез. И интервью у них берет. Расспрашивает. Виталий Калийников. Это уже Сергей Павлович. Так видимо провели время. Все сыро залито. Никуда ничего нет. Теперь только будем молиться. И везде дали телефон. Написать в Думу депутатам. Об этой беде нашей. Что напал на нас. Необоснованное нападение. Я захватил. Самовольно. И ни одно слово не сходится. Это прокурор. Придумывает просто. И документы дали. Ничего не слышит. Вот удивительное дело. А почему? Моисею было сказано. Ты иди к фараону. Господь говорит. А я ожесточу его сердце. Вот это точная копия. Такое. Для чего? Не знаем. За прокурором молимся. Что Бог благословил его. Вразумил. Дал страх Божий. Что он смертный человек. Уйдет с этого места. И останутся они развалены. Чтобы Господь не поразил его. Внезапно. Как фараона. А Господь со всем войском потопит. Фараона. Как мы знаем. Вот это прямо так и напрашивается. Ну. Просто удивительно. Все. Все спрашивают. А зачем ему это? А зачем ему это? Тем более на навозной куче. И что там дальше то будет? Никто там строится. Никогда не будет. Никогда. И то на ни корову не зайдет никто. Надо сломать. То ли хулиганство такое. С детства в нем сохранилось. Я даже не знаю что-то такое. Разбойное прямо. И все удивляются. Так. Да он что. Здурел что ли. Да это же столько про вас слышали. Такой лагерь. Да. Тем более я говорю. Я занимаюсь сейчас. Чтобы музей. Уже не лагерь. Музей. И приезжают уже люди. Чтобы везде занялись этим. Без помощи государства поднять дитя. Их три. Три с половиной миллиона беспризорных. Я вот о чем ратую то. Я говорю прям со слезами им. И люди сочувственно так относятся. Да еще пригласят других. Вот. А у Единой России тут много отделений. Мы в два попали. Или в три даже. Мы везде было свидетельство. Визитки давали. И вот молимся об этом прокуроре Максиме. Чтобы стал он христианином. И совесть его пробудилась. А это. Ну то что делать тут никакой. Не надо. Рекламы делать. То что так не делается. И оно не надо ему. И коммунисты этого не делали. Чтобы ломать. В лагере то были на нас. И вот. В девяносто восьмом году уже приезжали. Еще тут. Еще почти у власти были коммунисты. Пятнадцать комиссий. Краевых. Прокуратура. ФСБ. Но чтобы ломать. Но этого не было. А этот сломать надо. Сломать. Стереть. А сам не может сделать. Представитель сельсовета Корченского. Да. И женщина там. Людмила Алексеевна. За нее тоже помолиться. Прямо с угрозой. Что она не соответствует своему месту. Так. Говорят. Пишут. Там. Я сам то. Не имею этих нападок. Ну а что нападает. А то точно. Заставляет. Как говорят. Науськивает. Зачем это делать. Сломать. Сломать. Приезжают люди. Отовсюду. Снятые фильмы. Занявшие первое место на международном киноконкурсе. Он не слышит ничего. Второй фильм. Первое место в России. Он не слышит. То есть ничего за душой выходит нету. Да другой бы заинтересовался. Как эта женщина. Меня освободили. Ну ничего нету. Я знаю. Юристы. А вот. Власть такая. Что к нему и президент не имеют. Да это неправда. Что тут лгать. А одно движение. Духу нету этого. Генерального прокурора. Одно только движение. Его и нету. Каких там этих меняют. А где эти. Искуратов. И каких только не было. Крыленко там все. Под стол загнали. Там под нарами. И расстреляли. Нет. На них тоже управа. Бог долго терпит. Да крепко бьет. Вот. Бог выхлестывает их. Ну. Будем связаны. С высшим начальством. Но мы ничего. Говорим. Наши эти. Келли там. На громоздоку. Сейчас ставят. Люди приезжают. Зачем ему это нужно то. Кто слышит это. Помолитесь. Чтобы Бог. Утишил его сердце. И пробудил совесть. Это совершенно. Не по совести. Совесть. Совесть. Это глаз Божий. Чтобы он любил. Слово Божие. Душу свою. И. Я о прокуроре говорю. Макстриме. Чтобы он заботился. О дне вечном. Во всех делах твоих. Помни о конце твоем. Вовек не согрешишь. О конце твоем. Он не думает. Я предупредил. Так. Просто никак. Потому что тот кто в нас. Больше того кто в мире. С нами Христос. Бог. Ну разве он устоит. Да и зачем. Он же мне не враг. Я молюсь каждый день за него. Его жалко. Погоны. Полковник. У полковника минимум две с половиной тысячи должно быть. А это присвоят звание. Два с половиной человека. Ну. В распоряжение. Генеральское звание. Нигде никого нет. Ни одной пушки. Ну это. Так только. Разговор. Генерал. Губернатор. Генерал. 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 «Под закон подгонять все. Это научился этим. Интересный. Я был на важном совещании. Краевой администрации. И говорит. Вот такое состояние. Это. В Алтайском государственном техническом университете собрались. На последнем курсе юридического факультета. задали вопрос, если вот такая-то взятка сколько там, 85 или 90 процентов подняли рукой, что да, взятку взяли бы, все. Ну, то есть бессовестность самая большая, самые грозные слова судей. Судей это как вечерние волки, до утра кости не ставят. Это Библия говорит. Библия святая, Бог говорит. Сыны человеческие. Беззаконие судьи, беззаконие рук ваших возлагаете на весы. Ну и проще всегда вся эта иероспруденция это дым. Над ними еще и еще. Ставить туда можно только глубоко верующих. В этом я убежден. Пусть он будет мусульманин, буддист, баптистом, что он верит, что суд Божий будет. А здесь ничего нету. Живет как. Неверующий это, как говорит, подобно скоту. 72-й псалом говорит. Подобно скоту. Животное. Ничего нету. Живу. Пищеварительный процесс, как Евгений Тушенко говорит, к добавочному ужинам и бреди. Желудочный, кишечный тракт только. Только и всего. Там ничего нету. Ухватить где-то прелюбодейство, взятки, коррупции. Алтайский край особенно, говорит, поражен. Я в интернете видел. Ну вот и весь сказ откуда. Но мы молимся. Мы христиане. Зла никому не желаем. Не я железу на него. Не я его ломаю там какие-то строения. Да есть ли они у него. С одного места на другое перекинуто. Ничего нигде нет. И жизнь так кончится. Господи, услыши молитву, разуми. Когда Пашков воевода с протопопом обвакуумом устроил там войну. Стрелять в него. И осечка за осечкой. А он молится. Матушка Богородица. Уйми дурака. Уйми дурака. И ты, говорит, Афанасий, еще придешь ко мне попроситься, чтобы я тебя его монашество постриг. Так и есть. Вернулся из дальней этой даурской экспедиции. А царь его привлек. Он прибежал к нему, а монахов не казнили. А ему казнь. 470, кажется, только воинов заморил голодом. Это же зло выборочно не бывает. Раз он здесь так, он и дома такой. От Афанасия, воевода-то. И все. Ножки там обстрих только перепелки. Мальчишка шестилетний в Элладе. Верховный суд заседал и приговорили к смерти и казнили. От такого потомства будет гнилое, злобное. Так и здесь. На них у Бога приготовлена дубина для этих дубовых-то. Ну и вот его Господь, я говорю, про времена протопопа, вакуума. Оно ничего не меняется. Сегодня еще более злое, более хитрое, более подлое, самое-самое такое. Это уж Яна Амос-Каменский говорит об этом. Я вчера вот, ни один никто не поддерживает. Только зачем ему? Зачем это ему надо? То есть, человек самоубийством занимается. Ну, ясное дело, что спрашивают представитель нового губернатора, готовится голосовать. Тут его как-то фамилия такая, не знаю, Виктор. Ну, а вы как понимаете, что он будет ему? Как позвонит и скажет, там-то не надо. Я говорю, именно так я и понимаю. Новый губернатор позвонит прокурору и скажет, ну, зачем тебе? Оставь-то их в покое. Кому они мешают-то? Место занимают? Нет. Там хулиганства нет. Да у тебя каждый в втором доме, говорит, наркота и пьянка там. Занимайся тем, что нужно-то. Везде обман, коррупция. Как будто нету. А теперь, говорит, показать деловитость свою. Только это тебе, говорит, надо. Ну, это мне... Ну, не знаю. Я говорю, я именно так и понимаю, по-дружески позвонит новый губернатор. Ему зачем с ним ссориться? Ну, тебя попросили. Попросили. По просьбе. Раньше было так. Телефонное право. Позвонили. А кого осудить, уже заранее приготовлено. Но Краевая прокуратура приписку сделала ответ. И мне, что к вам лично прокурор претензий не имеет. Да как ко мне. У меня ничего и нет. Я 79 лет мне. Я свое отработал. Это мне благовестие. Все еще ездим. Ну, и на этом все. Дальше. В мир вам. Наталья Чернова пишет. Я с опознанием два дня открыла почту и узнала об Анастасии Дробот. Упокой, Господи, ее душу. Вот только ваш ролик просмотрела, где вы сказали, что она льдинки принимает. Так печально, когда детки остаются без мамочки. Спасибо нас всех, Христос. Приятно было слушать письмо от Никиты. Не забывает вас. Я после трех недель, проведенных у вас в Потеряевке, пустила корни в вашу любовь к Богу. Всегда благодарю Бога, что дал такую возможность познакомиться с вами. А Никита вообще пять лет у вас прожил и показывает высокий уровень. Ваша школа самая лучшая. Спаси вас, Христос. Ну, не можно, не буду же говорить о прокуратуре, самая лучшая. Ну, тут я считаю то, что есть. А тут монах один, Сергей Горох, Горох, Григорохов, не знаю, под монаха играет. Ну, и шпана, видимо, какая-то. Монах, чего бы он это? Все по-хорошему, все советы давал. А вдруг он в один день ополчился, и как наши недруги делают, узнает, кто у меня в друзьях, им насылать против меня, что я уже не спасусь, и дела мои такие, и вот такое-то. Ну, прямо видно, что гнилью одно из него прет. Ну, и все его сразу в черный список занесли. А я пишу. Мне Сергей Добонравов про некого монаха Сергия показал, что это мошенник, шпана, подделывается для смеха в виде священника даже. И вот сразу осел, обезножил. Личная встреча в скайпе, я сказал, 10 октября вернусь и поговорим, а ему себя показать, что он там. Ну, и сидит какая-то кривляка, плюгавенькая. Я знаю таких. Но он никаким видом не идет на скайп. А здесь он хорохорится, он, то есть, безбожник. Личная встреча в скайпе боятся и сразу линяют. И начинают меня поносить. А мне даже смешно это. Псалом 3.2. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие говорят душе моей. Нет ему спасения в Боге. Вот это тоже. Уже не спастись. Мои дела пропали. И благовестия нет. Ничего на это говорить. Псалом 4.48. Все ненавидящие меня шепчут между собой и против меня замышляют на меня зло. Матфея 22.15. Тогда фарисеи пошли и совещались. Как бы уловить его в словах? Это тоже под слова мои подыскивается. Прямо никакой причины не было. Просто в один день. То есть, я на его вопросы не ответил, а мне некогда отвечать. Я работаю. Это я рано утром стою тут. Иногда в третьем часу ночи. И днем-то не ляжешь. Работаю. А у него-то ни одного ролика. Нигде ничего нет. Вот так. У нас 12 тысяч. Притча 16.28. Человек коварный сеет раздор. И наушник разлучает друзей. Притча 26.20. Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. И главное, ко всем женщинам, и давай против меня настраивать их. Они его кинули. И поняли, кто это такой. Ой, говорит, какой гнилой. Откуда же он взялся такой? Мне пишут. Ну, где взялся? У сатаны всегда хватало добровольцев. Ад широкие врата раскрыл. Псалом 30.14. Ибо слышу злоречия многих. Отовсюду ужас. Когда они сговариваются против меня, умышляют исторную душу мою. То есть не спастись меня, решает за суда монах. Не суди никого. А тут и мне все, не спастись, и пропал я. Псалом 55.6. Всякий день извращают слова мои. Все помышления их обо мне на зло. Помышления обо мне. То есть ничего нет. 12 тысяч роликов. Ну, смотри, учись. 41 книга у меня. Показан благовестие. Поездка. 120 тысяч километров только. Здесь ничего нет. Ни одного метра. Ничего вообще нет. Безбожники. Страха никакого нет. Ну, а мне как? Ну, я его и знать не знаю. Псалом 55.7. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Ну, и вот на этом все. Показать надо еще наши ресурсы. Ну, вот первое – это наш любимый мой мир. Вот он как выглядит. Есть еще одна страница «Я с голубем». Писать надо вот именно на эту контрольную. «79 лет, Барнаул, русский женат». И вот здесь у нас что? 21 тысяча и одна фотография. Вот. Друзей – 4 260 фотографий. Столько-то. Видео – 9 552. Тут я не переношу расстояние уже. 3000 еще роликов своих могу перенести. Ну, а здесь это трудно. Трудно и дорого. Теперь ленточный вариант. Это форум у нас. Вот так вот выглядит большой. 1600 тем. А это уже тема «Бесплатная юридическая консультация». Вот так. Россия. Вся Россия. Позвонить. Приветствую вас. Я дежурный юрид сайта Евгения. Могу чем-нибудь помочь. Моя консультация бесплатна. Задавайте вопрос. Вот это вот. А что, как писать письмо президенту? Сегодня уже думаем. Начать высылать Евгении. Письмо президенту. Как выяснил Татьяну. Узнает, как мы тут президенту. Жалобы президенту. Сегодня начнем мы писать. Для того, на президента мы молимся за него. Вот так. И вот наш, как сказать, Ютуб. Уже 12 тысяч роликов. Вот выставили сегодня два ролика про похороны. Отпевание. Вот. Посмотрели уже первое отпевание. 29 человек за 38 минут. Тут о молитве. У нас очень богато. Сегодня 10 роликов выставил. Вот поминки. Это отдельно. События дня. Тут уже замки только снимать надо. Это администрация работает. Вот появление в православии человека по имени Ездра. Один день назад 1700 человек. Вот. Теперь. О пророке Ездре. Его величие и неукоряемости ни в чем. 526. О ложной гигиене. О умении скрывать свою боль. 1500. Так. Нанятый в 11-м счасту, получает свой динарий. 1750 за день день. Это для нас уже цифра. Проводы от Ездра домой. 1390. Ну, то есть, хотя и понемногу, но люди смотрят. И очень сильные отзывы. На этом пока все. Вот. Во свете Библии, православия. Сайт.